Министерство сельского хозяйства Ростовской области на данном мероприятии в первую очередь хочется сказать спасибо организаторам, издательский дом «Крестьянин», кооператив «Донской маяк» всегда находят актуальные темы, которые вызывают живой интерес у производителей продукции, у науки. В начале своего приветственного слова кратко проинформирую об итогах сельскохозяйственного года. В прошлом году валовый сбор зерновых и зернововых культур составил 15,4 миллиона тонн, это цифра рекордная за всю историю производства. Также есть успехи в производстве масличных культур, 2,2 миллиона тонн, в том числе 1,8 миллиона тонн семян подсолнечника. Есть небольшой прирост по производству овощей и картофеля, более 200 тысяч тонн каждая культура. Есть положительная динамика в животноводстве, также с плюсом работают пищевые перерабатывающие предприятия. Что касается темы сегодняшнего мероприятия, то бобовые культуры, безусловно, никого здесь убеждать не надо, играют важную роль в севообороте. Прекрасный предшественник для зерновых культур, также благотворно влияют на плодородие почвы, накапливают азот. Поэтому мы видим, что площади под эти культуры растут. В прошлом году площадь зернопового культуры составила 156 тысяч гектар. Это прирост практически на 40 тысяч больше, чем годом ранее. Что касается нута и чечевицы, нут в структуре севооборота составляет порядка 20 тысяч тонн. За три года практически колеблется в районе 20 тысяч тонн. Чечевица за последние три года площадь увеличилась в 4,5 раза. Если в 2020 году было 760 гектар, то в 2022 году это уже 3400 гектар чечевицы. Наибольшая площадь нута расположена в Сальском и Зерноградском районе. Чечевицу выращивают Родион-Анисветальский, Волгодомской, Азовский район. Валовое производство зернобобовых в 2022 году составило гороха 244 тысяч тонн, чечевицы 38 тысяч тонн и нута 17 тысяч тонн. Значит, что касается урожайности, то тут она не отличается высокими показателями. Чечевица нут в пределах 10 центров, горох колеблется 18-25 центров. Поэтому данное мероприятие – это еще один повод поделиться опытом, обменяться лучшими практиками производства этих культур. Безусловно, площадь под этими культурами, размер площади зависит, во-первых, от структуры силы оборота, и во-вторых, это от спроса на их реализацию. Если кратко по экспорту, то в 2022 году на экспорт отгружено 71 тысяча тонн нута, это из Ростовской области, это не только наш нут, это продукция других регионов. И чечевица экспортирована 12 тысяч тонн на 145% больше уровня годом ранее. Что касается поддержек, то тут бобового компонента – это стимулирование высева элитных семян зернобобовых культур. Тут мы отдаем приоритет и повышенную ставку на бобовые культуры. И также стимулируем высев многолетних трав бобовых. Идет возмещение затрат. В целом, краткая ситуация такая. Я еще раз хочу поблагодарить организаторов и с удовольствием послушаю остальные доклады. Спасибо. От имени главы администрации Зерноградского района рад приветствовать всех вас на нашей гостеприимной зерноградской земле. В стенах этого не менее гостеприимного кафе, которое принадлежит ООП Кафе «Маяк». В преддверии Дня российской науки хочу отметить, что Зерноградский район в очередной раз становится площадкой для обсуждения научно-производственных, организационных, технико-технологических вопросов, поиска решений, направленных на повышение эффективности отрасли сельского хозяйства. Также отмечу, что Аграрий и Зерноградского района занимаются постоянным совершенствованием технологии возделывания сельскохозяйственных культур, обновлением машино-технологической базы, результатом чего в прошлом году стало получение рекордного для нашего района урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, это 716 тысяч тонн, при средней урожайности около 48 центнеров с гектара. По нашей основной стратегической культуре зимой пшеницы это 55 центнеров с гектара. Сегодняшнее заседание, посвященное вопросам о рентабельности производства возделывания зерновых и бобовых культур, имеет важное стратегическое значение для всех участников, нет сомнений в том, что оно пройдет в теплой и дружественной обстановке. Зернобобовые по праву считаются одним из самых древних культур, история их возделывания уходит своими корнями в глубокую древность, история об этом говорит, что более 8 тысяч лет назад впервые начали возделывать бобовые и использовать их в пищу. Сегодня эти культуры возделываются во многих странах мира и общая площадь поселов составляет более 130 миллионов гектаров. В России у нас основной культурой является горох, который занимает более 80% площадей бобовых культур. Бобовые, как сказал Дмитрий Анатольевич, играют огромную роль в агрокультурном отношении, способствуют фиксации азота с помощью азотсфиксирующих бактерий, являются хорошими предшественниками для зерновых технических культур, а также используются в качестве диверсификации производства, разбавляют систему земледелия. В Зерноградском районе площадь посевов бобовых культур ежегодно составляет от 15 до 18 тысяч гектаров, что составляет более 12% посевов ранних зерновых культур. Хочу отметить, что это наибольший абсолютный и относительный показатель среди всех районов области в гектарах и в относительной доле в процентах. Это является неоспоримым подтверждением того, что бобовые культуры имеют важное значение, а также понимание этого факта нашими сельхозтоваропроизводителями. Горох у нас составляет порядка 78% посевов зернобобовых. В прошлом году было получено 32 тысячи тонн, при средней урожайности более 18 центнеров с гектара. 22% посевов бобовых составляет нут или 4 тысячи гектара. При урожайности 13 центнеров с гектара было получено более 5000 тонн зерна нута. Что касается посевов чечевицы, эта культура еще не закрепилась достаточно хорошо в структуре посевов в нашем районе. За исключением прошлого года никем не высевалась. По имеющейся у нас оперативной информации, в одном из фермерских хозяйств в прошлом году было засеяно убрано порядка 50 гектаров чечевицы. Достигнута урожайность 18 центнеров с гектара, получено урожай 90 тонн. Но, как часто это бывает, нововведения происходят с некоторыми ошибками. На основе которых получают бесценный опыт. Так и в этот раз, в данном случае, первая посевная кампания была проведена с некоторыми нарушениями настройки высевающего аппарата. Была значительно превышена норма высева, но и при этом снизилась площадь посева. По проведению других агротехнических приемов особых замечаний не было, либо нам об этом не сообщалось. Но, в любом случае, факт возделывания чечевицы в Зерноградском районе был уже зафиксирован. Будем надеяться, что это будет начало, и хочется пожелать дальнейшего совершенствования технологии и возделывания данной культуры. С другой стороны, надо сказать, что закрепление чечевицы в структуре посевных площадей напрямую зависит от востребованности зерна на рынке. А здесь, поскольку это не основная нишевая культура, еще имеются различные проблемы. Поэтому решение проблем сбыта и повышения рентабельности производства чечевицы будет объективным стимулом для наращивания площадей посева данной культуры. Среди других проблемных вопросов, влияющих на отсутствие интереса производителей к выращиванию чечевицей, остается высокая полегаемость, низкорослость растений, возникающая иногда необходимость предуборочной диссекации. Но самым острым вопросом, повторюсь, является отсутствие большого спроса на чечевицу. А при небольших площадях высела удельные затраты и производственные риски являются довольно высокими. Как было уже сказано, площадь посева зернобобовых в нашем районе достаточно, но производимый горох и нут зачастую получается фуражного качества. Для повышения рентабельности зернобобовых необходимо в первую очередь уделить внимание выбору качественных семян, обратить внимание на грамотную агротехнику возделывания, использование удобрений, агрохимикатах в пределах рекомендуемых норм, проведение выборочной или сплошной диссекации перед уборкой. Ну, также свою роль, конечно, играет качественная уборка в сжатые агросроки. Только в этом случае можно наращивать производство продовольственных зернобобовых культур, которые более ценны и способны принести дополнительную выгоду производителям. Зерноградский район стабильно входит в тройку лидеров районов по воловому сбору зерна. Под урожай текущего уже 23-го года у нас было засеяно более 119 тысяч азимых посевов. Из них 117 тысяч – это азимая пшеница. Также имеются посевы ячменя, третикали, азимого рапса. Состояние посевов на настоящий момент хорошее на 1,3 площади, удовлетворительное – 2,3 площадей. Посевы благополучно перенесли недавнее резкое похолодание. Вы помните, сильным ветром, практически без снежного покрова. Предприятиями и организациями постоянно ведется истребительная работа против мышевидных грысунов. Идет подготовка к внесению подкормки. Хозяйства в полной мере обеспечены необходимыми удобрениями. И общее состояние посевов дает надежду на то, что в этом году мы достигнем, может быть, если не рекордного, то достаточно высокого урожая, не менее 600 тысяч тонн. Данная цифра уже стала для нас практически нормой. Ну и подводя итог, хотелось бы отметить, что администрация района всегда поддерживает, принимает активное непосредственное участие в подобных мероприятиях, таких нужных для селян. Желаю всем участникам плодотворной работы в сегодняшнем заседании, хорошей погоды для перезимовки озимых, высокой урожайности бобовых и достойных цен на выращенную продукцию в новом сельскохозяйственном году. Ну и также всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Я хочу поздравить Любовь Дмитриевну Железную с феноменальным успехом, который был у вас в конце прошлого года. Я думаю, любой, кто занимался продажами сельскохозяйственной продукции, знает, что такое войти в торговые сети. Тем более в торговые сети, хоть и близкого нам, практически родного, но зарубежного государства. Любовь Дмитриевна в прошлом году и, насколько я говорю, первые отгрузки произошли в декабре-январе, удалось практически полным ассортиментом зайти в торговые сети Республики Беларусь. Это, я считаю, безусловный успех. Это яркий пример, который показывает, что в области экспорта невозможно только то, что мы сами не хотим делать. И, как говорил один очень мудрый человек, все проблемы, барьеры, рубежи существуют только в нашем сознании. И дело каждого человека — либо эти рубежи преодолевать, либо думать, что они непреодолимы. И жить с этим дальше. Тоскливо и скучно. Вот Любовь Дмитриевна, она из тех людей, которые считают, что все рубежи преодолимы. Поэтому мы очень любим поддерживать ее и ее инициативы в нашем центре. Единственное, что жалко, что мы не можем сделать все, что хотели бы. Мы ограничены нашими возможностями. И, к сожалению, эти ограничения зависят не от нас, а от той нормативно-правовой базы, которой мы пользуемся. Я считаю, Любовь Дмитриевна, надо идти дальше. Беларусь мы с вами завоевали. Есть еще ряд других стран, куда нужно направлять движение. Вы уже примерно знаете, потому что вы активно участвуете в шоу-румах российского экспортного центра, которые расположены в Эмиратах, в Турции, в Египте, во Вьетнаме и так далее. Я считаю, что следующее направление это Вьетнам. Если вообще говорить об экспортной привлекательности различного рода продуктов, но тут можно говорить долго и приводить разные факты, цифры, достаточно сказать, что тот же самый мут, который уже сейчас обсуждался, он является одной из ведущих сельскохозяйственных культур в международном товарообороте. И в 2021 году экспорт нута превысил полтора миллиарда долларов. Одного только нута. Соответственно, если мы добавим пищевицу, горох, сою, то будет очень интересная картина. При этом, безусловно, мы понимаем, что нуты и сои – это несколько разные культуры, которые покупают в совершенно разных целях. Мне было предложено здесь перед вами выступая, обозначить требования различных рынков к качеству продукции или вообще к продукции. На самом деле, каких-то универсальных рекомендаций, что диаметр должен быть 18 миллиметров, либо без крапинок, либо еще что-то – нет. Все очень динамично и разнообразно и зависит от мировой конъюнктуры. Потому что нут, кроме России, производит еще и много других стран. Точно так же, как чечевицы. Чечевицы, как вы знаете, еще в Канаде производят. Страна номер один. Насчет Турции – это отдельный разговор. Там тоже, конечно, производят, но и не только производят. У нас перекупают, скажем откровенно. Есть мировые колебания, которые связаны с мировыми аграрными циклами, урожайностью в тех или иных основных странах-производителях, климатическими эффектами и так далее. Но я хочу обратить внимание на несколько глобальных трендов, которые с течением времени не ослабевают, а только усиливаются. Тренд номер один – дефицит продовольствия в мире. Население растет. Ближайшие перспективы до 2050 года, никаких тенденций, связанных со снижением численности населения нет. А все остальное больше не становится. Соответственно, есть глобальный тренд на потребление продуктов питания, на рост потребления продуктов питания, и с этим надо что-то делать. Следующий момент. Безусловно, очень серьезное разграничение по уровню жизни и по уровню потребления ряда стран. Есть континент, который очень много хочет есть, это Африка, но там крайне низкий платежеспособный спрос и очень бедное население. Есть страны и континенты, где уровень жизни высокий и нет никаких продуктов дефицитов, на первый взгляд, и там растет уровень жизни, либо он уже достаточно высокий. И там формируются новые тенденции, новые подходы к образу жизни и к тем продуктам питания, которые потребляются. Это прежде всего знаменитый наш популярный ЗОЖ, здоровый образ жизни, который сейчас набирает силу в ряде стран с высоким уровнем жизни. И в тех странах, где уровень жизни сейчас растет в последнее время, общая тенденция, глобальная, мировая, ЗОЖ набирает силу. То есть это не выдумка, не придумка отдельно взятых людей в отдельно взятых странах, это тенденция, с которой надо считаться. Что значит ЗОЖ, здоровый образ жизни? Это повышенные требования к воде, к питью, к еде, к условиям жизни, к воздуху, к которому дышь, так далее. Чем это продиктовано? Это очень простыми вещами. Когда человек удовлетворяет свои первичные потребности и в тех странах, когда вот в Африке порядка 30% населения не имеет доступа к элементарной чистой питьевой воде. Там смертность от обыкновенной диареи тысячи в день, тысячи в день, потому что нет чистой питьевой воды. В тех странах, где эти проблемы решены, в тех странах, что человек хочет жить не просто жить, он хочет жить долго. И не просто долго, он хочет жить качественно, чтобы он как можно дольше проживая свою жизнь, как можно меньше общался с докторами. Поэтому повышенные требования к качеству и отсюда следующее направление экологически чистые продукты, так называемые продукты био, продукты, которые обладают особыми свойствами, например, безглютеновые продукты, растительные продукты, так называемая тенденция производства растительного мяса, заменителя традиционных мясных продуктов, с которыми мы с вами все знакомы. И эта тенденция тоже имеет очень серьезную основу, как экономическую, так и культурную, связанную с культурой потребления. Потому что для того, чтобы вырастить, экономисты в области сельского хозяйства знают, чтобы вырастить килограмм говядины, сколько нужно ресурсов, сколько нужно энергии, сколько нужно всего остального, чем заменить говядину тем же самым растительным белком, производимым из бобовых. И, соответственно, если мы хотим, чтобы труд наш хорошо вознаграждался высоким уровнем дохода, то надо учитывать эти две тенденции. Первое. Нужно обязательно смотреть в сторону возможностей увеличения производства экологически чистой продукции и нужно смотреть в сторону увеличения уровня передела того, что вы производите. Что это значит? Самая дешевая продукция – это сырье. Как бы мы ни говорили, сырье всегда стоит дешево. Готовый конечный продукт, сделанный после двух-трех переделов, будет всегда стоить дороже и его потребительская ценность тогда будет выше, чем у необработанного сырья. Отсюда, как бы, два простых момента. Разрабатывать, внедрять те технологии, которые позволяют получать продукт с минимальным содержанием химических веществ, определяемых при лабораторных анализах. И это очень важно для экспорта, потому что один из самых строгих видов контроля по наличию пестицидов, гербицидов и прочих веществ – это страны Евросоюза. Но на страны Евросоюза, на их уровень контроля, ориентируются те страны с высоким уровнем спроса, которые нам сейчас и были бы интересны с учетом действующего санкционного режима. Там тоже очень внимательно подходят к определению качества продукции. И второй момент. То, что я сказал по поводу высокого уровня передела. Чем меньше, вернее скажем, чем ближе производимый вами продукт к конечному потребителю, тем более он будет востребован на рынке и тем больше на него можно заработать. Вот в чем успех любовь Дмитриевна, в том, что она поставляет в сети Белоруссии уже конечный продукт. Любой покупатель приходит, берет пакетик, там чечевица, варит суп, кашу и так далее. То есть не надо дополнительно уже ничего с этим делать. Ваш следующий шаг, если продвигать тему, допустим, растительного мяса, у вас замечательные продукции, я их сам ем, поэтому говорю, что они действительно мне лично нравятся. Хотя я мясоед. Мясоеды считают, что веганство малохольное занимается от избытка больших идей. Но, тем не менее, есть тенденция на руки и на рассвет. Вот когда вы сможете продавать полуфабрикаты в степени готовности, что открыл упаковку, вытащил из морозильника, открыл, положил котлету, пожарил, вот тогда вы просто выйдете на космический уровень бизнеса. Сейчас зайдем на кухню, мы это уже делаем. Отлично. Тогда вот давайте welcome, чтобы мы это начали попродвигать и реализовывать. И тогда мы делаем бренд, вы этот бренд регистрируете, с нашей поддержкой мы его регистрируем на ежегодном уровне, потому что бренд это нематериальный актив, который очень сильно помогает продвигать бизнес и повышать его стоимость. Но это мы с вами в рабочем порядке обсудим. Говоря, если о конкретных экспортных направлениях, бобовые потребляются практически по всему миру. если говорить о нуте, страны, которые больше всего экспортируют этот нут, этот продукт, да, там есть разные страны, там есть Индия, Пакистан, Бангладеш, есть Саудовская Аравия, есть Объединенные Арабские Эмираты, есть Турция. В чем я сказал, что Турция особый разговор? Потому что Турция, она больше всего импортирует нут и больше всего экспортирует. то есть они просто покупают здесь продукцию и перепродают туда, куда они дальше хотят. Перевалочная база. Не более, я в свое время столкнулся с Турцией по маслу, подсолнечному. В 2009 году, когда мне арабы рассказывали, что турки производитель масла номер один в мире и вот они больше всего его производят. А я говорил, ну это была выставка Галфурт в 2009 году, мы на нем поехали. Из России вообще там никого не было. Я говорю, ну как же, Россия страна номер один по подсолнечному обману. Потому что арабы приходили, читали наш баннер, и они говорят, а что, в России есть полсолнечник? Я говорю, конечно, Россия страна номер один. Они говорят, нет, я говорю, кто Турция? Мне так стало обидно, я после этого туркам вообще ничего не продавал с принципом. Вот просто, ну нельзя так паразитировать, потому что они еще славятся тем, что цену отжимают до предела, но это нормально, чтобы самим заработать, только мы здесь при чем? Мы должны сами идти к конечному потребителю в разных странах им продавать. И вот две страны, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, это как раз таки страны с высоким уровнем жизни, это страны с высоким уровнем потребления, туда нужно качество, экологически чистое. Тогда они готовы это покупать и готовы за это платить, даже с учетом логистики и всего остального. То есть, грубо говоря, если говорить об экспорте, есть две группы стран. Страны с низким уровнем потребления, там, где люди живут бедно, и страны, там, где люди живут хорошо и готовы дополнительно платить за качественный продукт. Вот Индия, глобальный огромный рынок, вы слышали недавно, они обошли Китай по числу населения. Но, при том, что Индия очень перспективна с точки зрения поставки, хотя она в огромном количестве сама выращивает, но им не хватает. Уровень жизни там настолько низкий, что поставлять туда по реальным ценам что-то зарабатывать будет очень сложно. Зато, допустим, другая страна, Вьетнам, в которую мы ездили в конце ноября, в начале, говоря, в бизнес-миссию. Да, это страна сельскохозяйственная, они очень много чего выращивают, но в основном то, что они выращивают это рис, кофе, чай, фрукты. И на многие продукты, питание и на продукцию сельского хозяйства там есть большой спрос, тем более Вьетнам, он традиционно очень хорошо и люди это реально видел, сам общался, относится к России, к русским. Он находится в зоне свободно-экономической торговли, там нет никаких барьеров, доставка туда дешевле, чем в Саудовскую Аравию, контейнер стоит порядка 6 тысяч долларов, и что очень важно, там на секундочку 110 миллионов населения во Вьетнаме, несмотря на то, что на карте он занимает очень незначительную долю. Поэтому я считаю, что говоря о развитии экспорта бобовых культур, у нас есть огромный потенциал, огромные возможности, мы должны с учетом возможности поддержки, оказыванной государством в системе поддержки малого и среднего бизнеса этим воспользоваться, мы должны сделать все, чтобы один гектар нашей родной замечательной ростовской земли приносил максимальную прибыль тем, кто на ней работает. А это возможно, если мы будем грамотно использовать современные технологии, ориентироваться не только в российском, а в международном спросе и выходить напрямую с готовой к употреблению продукции к международным зарубежным потребителям. Вот тогда, я считаю, будет достигнут максимальный эффект от того, чем мы все вместе с вами занимаемся. Спасибо. Академ Пожалуйста, пожалуйста. Вы сказали, что не имеет значения, если торговый нут имеет какие-то повреждения или горох, но вы знаете, что если нут мараза, ее никто в жизни не возьмет. Если горох в брохот собьет жизнь, никто не возьмет. Вы не поняли, я вам объясню. Если вы продаете нут как сырье, нут как нут, то, конечно, ваш покупатель, используя формальный, насколько я знаю, не играющий особой роли для определения качества нута, факт, что он в пятнышках, он будет вас отжимать по цене и будет прибивать вас на более дешевые и ему выгодные условия. А потом он у вас купит этот нут, перемелит его в муку, сделает из него хумус, и кто там увидит какие-то на нем пятнышки были, а вы, извините, получите на 3 доллара с килограммой меньше. Поэтому я и говорю, а если извините еще по климатическим мировым условиям не урожай и биржевые цены на нут растут, то тем более какая разница в каком он виде. Абсолютно верно. То есть тут надо просто ориентироваться не на конкретных закупщиков, а на более широкий набор факторов и параметров, которые позволяют нам понять, что происходит с мировой конъюнктурой и насколько эти требования обоснованы. А еще лучше сразу закупщикам предлагать муку, либо какой-то продукт переделки, где извините, и не видно кто у вашего нута кума, кто теща и так далее. И все нормально получается. Еще есть вопросы Аркадь Николаевича. Пожелание Аркадь Николаевич, как в Вьетнаме вы сейчас интересно заговорили, но какая-то нестыковочка у нас. Мы открыли по инициативе российского спортного центра в Кашемине же в Шоурум. А я в Морфиво и Ставки и бизнесмиссии сейчас проходят в Ханой. И насколько неудобно мы своих партнеров посылаем в Кашемин, мы пополняем туда соответственно образцы и наши партнеры, которые в Ханой, это очень далеко, это север и юг, не могут видеть наши образцы. Может все-таки в связи с тем, что география смещается каким-то образом вам подвечать перед Рейсом и перенести в Шоурум Львови Дмитриевна, совершенно правильный вопрос, я для присутствующих здесь коллег поясню, потому что мы находимся в заблуждении глядя на мировую карту, расстояние между Хушимином и Ханойом по прямую 1100 километров, как между Ростовом и Москвой, а по если ехать по трассе 1500 километров, поэтому это огромное расстояние и в Вьетнаме скажем два полюса, север и юг, юг это Хашимин, север Ханой, я вам так скажу, безусловно, я вашу боль до Реца доведу, но у нас есть своя идея, свой проект сделать центр товарного присутствия во Вьетнаме, сделать именно на севере, в районе Хайфона, в районе Ханойя, вот именно там, мы сейчас прорабатываем с Министерством экономики эти возможности, я думаю, Минсельхоз нам-то тоже в этом плане поможет, и мы хотим сделать очень интересный проект, который бы позволил решить эту проблему и присутствовать во Вьетнаме на самом высоком уровне, тем более, вот я отдельно еще хочу с вами потом перегорить, как будет возможность, нам никто не мешает с вашей продукцией зайти в вьетнамский маркетплейс Лазада, это типа Вайлберис, и там уже пять или семь ростовских компаний присутствует, он работает именно на конечного потребителя, и это будет очень удобно, через это зайти на рынок, уже представив вашу продукцию, мы поймем спрос, культуру потребления, требования и так далее. После выступления Аркадия Николаевича уже понятно, мы сегодня и к сведению всех, кто приехал к нам сегодня новичков, поскольку в прошлом году было больше ста человек, и мы решили, чтобы с новенькими сегодня встретиться, со своими старыми партнерами мы на линии каждый день. Дорогие наши фермеры, дорогие участники, дорогие те, кто выращивает нам инуты, чечерицу и лёна, и везголозёрный по нашей просьбе, мы сегодня присутствуем в предприятии «Маяк», сейчас Анатолий Анатольевич, председатель кооператива и генеральный директор наш, расскажет основные требования какие, а я вам хочу сказать, что у нас сегодня пять зарубежных площадок, и мы чуть-чуть там вознули в этом году из-за санкций, которые ввели. Большая радостная вещь, три дня назад наши партнёры турецкие открыли рублёвые счета. Мы пытались в Лирах открыть, чтобы ну, реэкспорт, там, конечно, через Мерсим, там, газиэнтап и так далее, заниматься всё-таки своей продукцией, реализацией. Ну, всё, поскольку партнёры открыли даже рублёвые счета, сегодня мы на видеосвязи вот с Надеждой Александровной практически ежедневно с турецкими партнёрами, которые хотят очень много, которые дают какую-то нам рентабельность, которые дают нам прежде всего надежду на то, что всё, что мы вырастим, качественно, будет, конечно, реализовано. Ну, а присутствие в сетях белорусских нас очень порадовало, тем более, что бизнес-миссия прошла под руководством нашего губернатора, и сегодня и оптовые реализации, заявочки большие, а мы почему вас и собираем, потому что мы сами не осилим. Я хочу сейчас после совещания вас пригласить сразу в Центр поддержки экспорта, который мы создали, тоже для того, чтобы те большие объёмы, которые заявочки поступают у нас на зарубежных наших площадках и на выставках, вот сейчас мы в Дубае едем на очередную выставку, Анатолий Анатольевич уже трёх побывал, вот он побывал в Израиле, в Египте, в Турцию передал опросы на наш шоурун, мы хотели бы вас объединить для того, чтобы не отказываться нам ни от одного контракта, который будет выгоден для наших предприятий, для России, и тем более для нашего зёрнышка, лучше которого нет. В любом случае, можно посмотреть сейчас на видео, можно поехать с нами в один разочек и посмотреть, какие очереди выставляются к нашему стенду и какой интерес проявляют зарубежные партнёры во всех странах, вот даже нельзя сказать, что где-то не было сброса. На ЗОЖ, ЗОЖевской выставке, мы прошли, мы были с вами, да, Никита Васильевич, вы помните, сколько у нас было, с утра до вечера, у нас ещё нет, а на стенде уже люди стоят. У нас столько заявок, сколько предложений, но мы их не можем осилить. Тут была пандемия, потом были санкции, потом расчёты не проводились ни в долларах, ни в чём. Сейчас дорога чуть-чуть открывается, я вас призываю не останавливаться, пожалуйста, если хоть чуть-чуть рентабельнее. Или где-то какой-то там азотик в земле останется после этой чечевички, но она будет хотя бы на уровне пшенички, ну давайте займёмся новыми продуктами здорового питания. Сегодня у нас 16 видов продукции здорового питания. За этот год между нашими встречами 4 вида мы просертифицировали безлюбленной продукции муки. Мы с футбольным клубом Ростов разработали 8 видов продуктов здорового питания под брендом «КК Ростов» и под нашим. Итальянцы брали у нас муку, очень это тоже было рентабельно и перспективно, на макароны. После того, как вот эти разрывы отношений пошли, итальянцы переехали в Россию для того, чтобы продолжать. С нашей муки делать макароны. Мы вам сейчас и там покажем. Наш фермер Сальский Саша начал производить тоже макаронные изделия с нашей же муки. То есть у нас уже сегодня производственная кооперация налажена. И конечно, хотелось бы привлечь, чтобы мы работали, создавали здесь рабочие места, копеечку оставляли в Россовской области, в России родной и работали уже на реализацию собственной продукции. Ну, а кроме того, я приглашаю, ну, наверное, вот спикеры останутся здесь почаевать, чтобы нам не тесно было. А все наши приглашенные мы сейчас с вами просто съедим по комплексному обеду, где мы предложим вам чечевичный супчик, котлетки нутовые, фулафели нутовые, хлебушки вот нутовые, чечевичные, пиццу из нутовой муки. То есть то, что уже можно подать на стол в готовом виде и тот продукт, который мы производим. И, Аркадий Николаевич, ну, порадуем вас, мы начинаем уже замороженные котлеты делать, уже упаковочка. У нас есть единственное, нужны камеры кушоповой заморозки, нужны транспорт, нужен низкотемпературный для Дмитрия Анатольевича буду просить, чтобы они как-то там субсидировали, может быть, как-то этот транспорт. Конечно, это перспектива. И даже вот на примере, Дмитрий Николаевич знает, у них есть зал переработки. Девочка, которая сильно болела на клютен реакции, когда начала употреблять нашу муку и наш растительный фарс, ребенок полностью очистился, и ребенок с удовольствием есть эти котлетки и так далее. Поэтому милости просим пройти сегодня, никому не нанязываем кулечки, пройдите, пожалуйста, в магазинчик вот здесь через две двери, и все, что вам понравится, положите, пожалуйста, в качестве сувенира подарочек от Донского Маяка, от предприятия Маяк, и попробуйте, насколько это вкусно, изысканно, ну, конечно же, полезно. Спасибо. Ну что, тут любой Дмитрий нам очень много рассказала и по поводу наших новинок, и в первую очередь хотел всех поздравить с праздником, да, Новый год наступил, старый был, вообще непонятный, очень нестабильный рынок, вообще нестабильный был, доллар вырос, все, знаете, контракты, да, насмарку, там, опять же, санкции, то мы продаем в недружественные страны, ну, это не важно, не важно, вернее, важно то, что все были здоровы, все урожаи увеличивались, себестоимость понижалась, прибыль повышалась, это так, это такое желание, что касаемо качества, ну, могу поспорить, я всего на двух, на трех, да, в выставках побывал, к качеству очень трепетно относятся, маранные не допускают, я не знаю, как вы говорите, что им все равно, нет, не все равно, все равно, это за копейки, все равно, то есть, хорошо ты не продашь, мы хотим продать дорого, мы хотим продать дорого, мараный, он, в принципе, да, там, до трех процентов, но сразу скидка 45%, ну, грубо говоря, где все закупщики, без вопросов, даже если будет и мараный, можем помочь в этом деле отбить мараный качественно, сделать доэкспортного составляющей продукт и предоставить покупателя на этот продукт, это можно сделать в нашем кооперативе, в кооперативе не дадут мне солгать, что у нас есть скидки на переработку, мы делаем своим членам кооператива, хотел выразить большое спасибо центру поддержки экспорта, благодаря им я там съездил на эти выставки и понял, что есть рынок и он маленький и он не только по бобовам, так что место есть для, я думаю, практически всего цикла вашего, вернее, ассортимента вашего производимого товара, это и кукуруза, и лен, и пшеница, очень востребованы на сегодняшний день, нут, допустим, был и в Египте, и в Израиле, все хотят 7+, все, вот никто не сказал мне, если это Индия, да, там шестерка без вопросов, шестерка есть, то есть на каждый продукт есть свой покупатель, арабы тоже, им не нужен крупный нут, да, они там хумус действительно готовят, но вот именно в Израиле они говорят, ну, чуть-чуть поезженый, все, он уже не халяльный, все, вы понимаете, говорит, вы привезете 20 тонн, у меня будет там чуть-чуть поезженый, я отправлю вам обратно, анатолий, так и боже шмоль, ну, это же Израиль, я вас умеряю, чтобы они не так давались, есть такие моменты, в общем, о чем я хотел сказать, добро пожаловать в наш клуб, клуб бобовых, не только бобовых, но теперь уже и безглютеновых, то есть мы в этом году действительно поставили себе мельничку, благодаря помощи наших министерей Александровичей, министерства сельского хозяйства, да, теперь у нас небольшая мельница, она не очень производительная, но я думаю, что начинать можно с малого, сейчас ассортимент увеличим, наработаем клиентов и будем расширяться дальше, то есть все мараны, можно все это дело, ошлифовать, перемолоть муку, без вопроса, чечевица однозначно продается как сырьем, так и готовой продукцией, есть и на сырье клиенты, есть и на готовый продукт, но опять же цены пополам, сырье по одной цене, готовый продукт по другой цене, конечно же мы хотим большую часть продавать в России, это по сути и выгоднее нам это минус транспорт, минус оформление всех таможенных деклараций и всего остального, но конечно и будет гордость того, что мы отправим и за рубеж, за рубеж сразу ложится логистика, в логистике строповка, это сертификация и в каждый регион нужен свой сертификат, там халяль, там еще ИСО, ну это просто как копнешь там такой мрак, но мы стремимся к тому, чтобы у нас все были сертификаты и мы могли продавать по всему миру, не только по России, что хотел сказать, много мнений по поводу там бобовых, себестоимость, несебестоимость, год на год не приходится, когда три года назад была цена 55 было хорошо, в этом году удобрения подорожали, все, все подорожало, да, себестоимость увеличилась, а цена просела, сначала был большой, на все взлетели цены, потом доллар рухнул, цены нет, на чечевицу цены нет, начинаем убирать, цена в порту 32 рубля, никто не сказал, давайте мы вам по 32 рубля продадим, я говорю, даже и плюс рубль 2 бы дал сверху, по 35 никто, а продажная цена, я же не могу ее продать выше потолка, не смогу, и когда мне предлагают по 40 рублей на сегодняшний день чечевицу, сырье, и по 44 уже готовую, шлифованную, обработанную, ну понятно, какой у меня выбор, я буду готовый покупать, зачем мне по 40 рублей, и еще хотел такой момент, когда мы собираемся выращивать чечевицу, все говорим, мы покупаем у вас продовольственную чечевицу, по рыночной цене, вопросов нет, но когда приезжают и говорят, что мы хотим продать как семенами, то вопросов нет, сделайте апробацию, сделайте эксклюзивный договор, сделайте свой сертификат, продавайте, кто ж, никто не возражает, тройлти, и вперед, если хотите как семенной материал, опять же, апробацию, и все, приезжайте, продавайте уже нам качественный продукт, потому что его же нужно еще доработать, и он надо стрелять, отбить половинку, отбить жухлы, вы же когда потом на следующий год приезжаете, и говорите, а мне нужен хороший продукт, хорошие семена, чтобы они сходили, ну, заключение ко всему, хочу сказать, что инуты чечевица продается, продаваться будет, и цена бывает, ну, максимум, пару лет, когда осаждается, в основном цена хорошая всегда, я вот 10 лет выращивает Алексея Петрович чечевицу, и он знает, что да, было 10 лет назад и по 16 рублей, была, была, а основное от 25 до 35 это стабильно, вот, ну, просто стабильно, а есть стреляет и до 50 рублей, бывает, так что, так, всем крепкого здоровья, счастья и долговытия. Субтитры сделал DimaTorzok